И доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, вещаю я с Кадмуса, с нового сервера, который открылся совсем недавно. Расскажу вам, что изменилось за последнее время и какие новшества появились на персонажа. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на канал. Погнали! Раз, два, двенадцать лет растет игра. Три, четыре, крафтить броню могут все расы в мире. Пять, шесть новых локаций и рейдов не счастье. Семь, восемь. Знай на зубок все механики боссов. Девять, десять. Для межсерверных битв в R110 оденься. Легенда, с которой все началось, не стоит на месте. Попробуй Линейч 2 бесплатно на Фагейме. Ну, как вы помните, в прошлом ролике я покрутил Таро, ничего интересного не достал. Но все-таки дроп какой-то начал падать. И я хотел бы как раз его сегодня пробить пооткрывать. Я имею ввиду тот дроп, который падает нам с полей и плюс с буквой Вены. Но перед этим давайте немножечко проверим свою удачу на шанс 40%. Потому что все равно делать с этим больше нечего. Оно, кстати, становится шестым. Замечательно. Шестое кольцо это здорово, но его все так же нельзя обменять. Ну, пусть пока лежит. В любом случае, из-за шанса крита, мое благословенное кольцо почета, оно поинтереснее будет, нежели вот именно это кольцо. Так, и теперь мы с вами откроем сундуки. Сундуки у нас здесь где они? У нас тут имеется. Два штуки, по-моему, всего с полей упало. Давайте сделаем раз 70 тысяч оден и сделаем два 70 тысяч оден. Также у нас здесь падают блестящие мешочки SEO, это которые у нас на данный момент по ивенту. Давайте их тоже откроем. Руда, руда, эфир. В общем, да, здесь, как я понимаю, чисто можно будет пополнить запас руды. Ну и плюс золотые сверкающие песочные часы. Тоже неплохо. Расходочка пусть лежит, пусть будет. Тем более своя, я имею ввиду, относительно часов, уже подходит к концу. И буква ивент. Буква ивент я вообще еще здесь не правил. Честно говоря, даже не знаю, что у нас падает со словами здесь. Поэтому давайте, наверное, это и проверим. Почему бы нет? Узнаем, что же здесь может упасть в принципе. Ледяная роза фреи падает. Нам сказание адена. Еще сказание адена. Еще сказание адена. Так, ну понятно. Что-то еще падает. Ну да, пиво еще упало. И сказание адена. Удивительно. Давайте второе слово попробуем подкрывать. Коктейли. Коктейль. Ну, короче, как я понимаю, чисто можно наполнить расходку. Точка на диадему. Нормально. Неплохо. Довольно-таки хорошо. ЛСка. ЛСка, кстати, непередаваемая. Как будто сходил на диноостров. Давайте открывать дальше. Тут тоже падает какая-то расходка. Но, в принципе, слова закончились. Из, наверное, стоящего. Это только точка в комиссионке. Я даже не знаю, продает ли это кто-то или нет. Давайте посмотрим. Может быть, ну мало ли. Да, кстати, продают по 14-15 миллионов. Довольно-таки неплохо. Можно будет попробовать даже выставить и продать. И что еще хотел сказать. Мы же с вами забыли совершенно. Точнее, забыл и я. И вам, надеюсь, это никак не помешало и не повлияло на ваше развитие чара. Вставить кристалл души почета. И плюс, помимо этого, у меня еще ЛС почета есть. Для которого как раз нужен 1 гем. В пушку давайте его вставим. 100 тысяч адены отдаем 1 гем. Физ атаку, физмакс защиту. В общем, все по 10% получаем. Плюс силу крит атаки для обычных атак и физ умений также получаем. Он всегда один, этот кристалл. И он падает с набора за 0 рублей, который есть в магазине. Также с помощью кристалла души почета можно будет его вставить у любого кузнеца. Насколько я помню. Добавить эффекты. Здесь мы должны выбрать вот так, вот так. И здесь мы должны выбирать, что же нам интересно. Здесь физ атака, маг атака, силы крит атаки для обычных атак, силы крит атаки физ умений, силы крит атаки маг умений, кдр. Либо же макс хп. Ну, не знаю, кдр мне как-то не особо хочется, потому что здесь минус получаемого урона. Вот, наверное, силы крит атаки маг умений мы с вами воткнем 11 гемов. Это стоит. То есть пока вот, наверное, не зря все-таки крутил Таро. В любом случае лутаем, лутаем этот самый ИЛС и ИСА. Так что теперь еще и стала немножечко помощнее пушка. Ну и да, совсем забыл сказать, что я выловил сразу с первого своего трая гомункула Ари. Зеленого, ну не красного, но все равно зеленый. Это, наверное, один из все равно лучших сейчас практически вариантов. Больше я ничего не хочу пробовать, потому что для того, чтобы их ловить, надо по миллиону адены. Плюс потом еще тыкать кровь, виталку, СП. Поэтому я решил остановиться на нем. Буду потихоньку его подкачивать. В любом случае все остальные гомункула это слишком рандомно. И сейчас даже целый миллион адена. Это на самом деле не мало, потому что мы потихоньку покупаем монеты. Вы писали в комментариях мне и писали в личку о том, что надо докрутить Таро, так как черный код падает примерно с 35-36, там 37-38 карта, вот так. Ну и естественно я решил это сделать. Взял еще 10 Таро и давайте попробуем сегодня их докрутить, чтобы получить, как она здесь называется, королевская награда. Все так же я вам не рекомендую, если у вас ограничен какой-то бюджет, докрутить Таро. Если вы хотите что-то закинуть, как-то подбуститься, лучше покупать все это дело напрямую, либо же дождаться какой-то нормальной акции, потому что Таро, как я уже говорил, это просто слишком прям вот дорогая вещь, которая скорее всего не окупится, и вы получите совсем дешевый товар, который никому не будет нужен. Поэтому исключительно конкретно я это делаю, для того, чтобы вот вам было видно и понятно все. Ну а я достаю тем временем кристалл души Шилен в оружие с обычного кота, и это просто потрясающе. Это мне подфартило за предыдущие 28 карт, ничего подобного я не видел, а вот тут за 10, причем с обычного кота, такое СА упал. На самом деле это очень топовая вещь, на старых серверах у меня до сих пор даже нет такого, хоть он там стоит 30 миллиардов, и по меркам старого сервера это не так дорого, но в любом случае на новых серверах, я думаю, что этот итем захотят купить, и обязательно выкупят, потому что кроме как из Таро сейчас его взять вообще неоткуда, акций никаких нет, и за монеты Инхасад купить данный предмет вообще не получится. Но мы продолжаем крутить, как вы видите больше ничего интересного, наборы, кристаллы, эльсиума, сундуки с айхами и так далее. Остается всего 4 карты, и код должен быть вот-вот, я все надеюсь, то что он вылезет. Иногда бывает просто такое, что он тут на 36, на 37, иногда и на 39 вылазит, но в любом случае я думаю, что мне хватит карт. И вы видите, тут и массовая рапса, и гема, в общем падает один полнейший хлам, который мне абсолютно никаким образом не нужен. Камень зачарования высшего качества для оружия, опять же вещь хорошая, но продавать его некому, потому что пушек сейчас просто нет. Последняя карта, и вот он королевский код, и мы получаем с него 5 эльсиума. На самом деле это самая худшая награда с черного кота, но я доволен, потому что я вытащил 8 шилку, и 8 шилка это прям очень здорово, и я надеюсь, что я ее продам по довольно-таки симпатичной цене. Ну и как вы помните, нам выдавали кольца, я умудрился в свое кольцо падшего ангела точнуть до плюс 6, и теперь хочу попробовать его точнуть на плюс 7. Ну почему бы и нет, все-таки как бы рискнуть, обязательно покрутим перед заточкой, это помогает, и теперь тыкаем, смотрим на результат. Ну и попадаем в 40%, это было изи, теперь кольцо даже стало лучше, чем то, что есть сейчас на мне, будем таскать его, может быть в будущем поточим, а может быть и нет. И вот такой вот получился ролик, надеюсь он вам понравился, как вы видите, мы уже сменили локацию, но об этом я еще в ролике не сказал, скажу в следующем, просто материала копится огромное количество, и не хочется, чтобы это все превращалось в какую-то большую кашу в вашей голове, поэтому буду стараться порционально все вот это выкладывать, и также буду естественно рассказывать дальше, что же с персонажем изменилось, и какие будут дальнейшие планы, и также не буду забывать про основного чара на сервере Хатас. Но в любом случае с Таро мне очень сильно повезло, и Черный Кот хоть и не оправдал своих ожиданий, но в любом случае, как бы, Шилен, это все-таки здорово. Давайте немножко забегу наперед, я его уже, да, продал, так что, если что, предложений не надо, он уже ушел, и в будущем вы обязательно узнаете, по какой цене он улетел. Лично я остался доволен. Ну а на этом все, я надеюсь этот ролик вам понравился, вы не забыли поставить пальчик вверх, если вы здесь впервые, также не забыли подписаться на канал, помните, что у меня есть Телеграм-канал, где дополнительно проходят розыгрыши, и также там все анонсы, и все публикации дублируются там. И если захотели поиграть, попробовать мою версию, ссылочка есть прямо в описании, также, если вам больше по душе Legacy-версия или версия Essence, то ссылочки есть в описании, приходя по ним, получите дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. А теперь давайте разыграем 5 промокодов на 7 дней ПА по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали, смотри, кто победил. И шпинглечиваем, ссылку на предыдущий ролик. Рандомайзер у нас немножечко обычно заболел, поэтому воспользуемся каким-то новым. Первый победитель у нас будет StormTV, но с обновкой в L2 даже 80%, страшный шанс. Полностью согласен, но приходится в него тыркаться. Первый код твой, поздравляю. Второй победитель у нас будет Юра Гравер. Еще бы озвучил сумму доната, там уже, думаю, под 100к. Ну и я, по-моему, тебе отвечал в комментариях, что, в принципе, можно вычислить, сколько стоит одна монетка, по чем я монетки покупаю именно у продавцов, так что в этом проблем нет. Второй код твой, поздравляю. Третий победитель, The Burduk, наверное, да, правильно? Играю на новом сервере, смотря на цену десятки ярдов, волосы на голове шевелятся. Рано или поздно будут все равно такие цены и на Кадмусе, и на Фарисе. Просто вопрос во времени, когда все это будет. И опять же, надо не забывать, что цена за одну монетку будет расти. Третий код твой, поздравляю. Четвертый победитель, Infandium. Гц с покупкой, а вот то, что профукал столько много адена, это печаль, конечно. Ну, ничего страшного, это, надеюсь, кому-то послужит уроком, и люди не будут рисковать. Четвертый код твой, поздравляю. И пятый победитель у нас, Russian Army. Очень ждем еще контент. Контент еще будет обязательно. Поздравляю, пятый код твой. Господа победители, не забывайте подписывать мне в ВК, в Дискорд или в Телеграм, все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего YouTube-аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь и прямо сейчас пишите комментарий от четырех слов, возможно, в следующий раз уже вам повезет, и вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok